И число путешествующих на Афон русских иноков постепенно увеличилось. Оживление этих связей сопровождалось поддержанием оскудевших материальных средств монастыря пожертвованиями из Отечества. Особую милость оказали монастырю великих князья Василий Иванович и его сын Иоанн Васильевич Грозный. Тем не менее, отдаленность от своего отечества большим расстоянием привела сначала к временному запустению, а потом к совершенному оставлению своими обитателями и переселению на другое место, где ныне стоит новый русский монастырь. В этот сложный для русского монастыря период его основными насельниками были греки. Однако и они, затрудняясь одоленностью монастыря от моря, предоставлявшего жизненное удобство, оставили старый русик около 1770 года. Переселились в маленький в то время прибрежный монастырек, основанный в конце 17 века и находившийся в его владении. На новом месте греки поселились в готовой постройке епископа Христофора, по правию при помощи мелких салоникских купцов. Эти постройки по причине ветхости были разобраны в начале 19 века, и на их месте были возведены новые монастырские сооружения. С составлением старого русского монастыря и с поселением в новом месте греки унаследовали не только все права и имущества старого монастыря, но и его жалкое материальное положение. Монастырские долги были настолько большими, что в 1803 году афонский протат, орган, направляющий Афоном, обратился к вселенскому патриарху с предложением закрыть русский монастырь, а его скудное имущество раздать другим монастырям для компенсации долгов. Но святейший патриарх Калиник по своему высокому благочестию и пастырской мудрости отклонил это предложение и помог его восстановлению, организовав сбор милостей в Константинополе в пользу обители. В этот период большую материальную помощь монастырю оказал князь Скарлат-Калимах. Садавший тяжелым недугом, он получил чудесное излечение, приложившись к мощам святого Пантелеймона. Особенно ощутимая помощь благодетеля стала после церкви того, как он был назначен господарем в Аллахии. На новом месте русский монастырь возник как феникс из пепла. К 1815 году в нем был возведен великолепный собор во имя святого великомученика Пантелеймона. Бесценным украшением и сокровищем собора стала честная глава святого Пантелеймона, прислана в дар обители сербским царем Стефаном Душаном-Сильным в XIV веке. Национально-освободительная борьба греков против турок в 1821 году вызвала ярость и особую жестокость турок в отношении всех православных христиан, что не могло не сказаться и на судьбах насельников Святой Горы. Русский монастырь оказался в безвыходном положении. Незаконченные его постройки требовали больших материальных средств, и монастырь вынужден был занимать деньги для своего существования под большие проценты. После окончания национально-освободительной революции и образования греческого государства на юге Балкан, на Афоне настало тихое и спокойное время. Однако древние насельники русского монастыря, не имея возможности поправить свои экономические дела, решили обратиться за помощью к русским, к древним обитателям своего монастыря. По промыслу Божьему в 1835 году на Святую Гору прибыл иеромонах Аникита, в миру князь Ширинский Шихматов. Греки приняли его с честью и попросили оказать содействие и привлечение в монастырь русских иноков. Единственным условием иеромонаха Аникиты было строительство церкви в русском стиле, посвященной святителю Митархвану Воронежскому чудотворцу. Первое во дворение русских монахов в монастырь Святого Пантелеймона было неудачным. Не готовы к общежительной жизни в монастыре, где жизнь всех иноков подчиняется воле игумена, они выразили свое резкое недовольство. Иеромонаху Аниките пришлось вернуть их обратно в свой родной Илинский скит. Вскоре, в 1839 году, произошло другое обстоятельство, побудившее греков русского монастыря снова пригласить русских в свою обитель. Случилось смущение между братьями Илинского скита, разделение между великороссами и малороссами. Изгланный из скита игумен Павел, к счастью своей братья, вынужден был искать временное пристанище в административном центре Афона в Корее. Желание грека видеть русских иноков в монастыре святого Пантелеймона было очень своевременным. С этого времени начинается наиболее цветущий период жизни русского монастыря. Мудрость греческого игумена Герасима, а также уважение и любовь, которые снискал себе, известно даже в России, русский духовник иеросхимонах Иероним поднимает монастырь на новую высоту. По инициативе отца Иеронима начинаются милостяные сборы в пользу монастыря в России. Особенно обильным был сбор в 1863-67 годах, когда иеромонах Арсений путешествовал по России со святынями русского монастыря. Все это способствовало не только экономическому возражению монастыря, но и привлекло к нему внимание русской общественности и церкви. В этот период монастырь открыл свои подворья в Константинополе, Одессе, Москве, Санкт-Петербурге, Таганроге, Ростове-на-Дону, Новороссийске и Сухуми. В 1883 году монахами русского монастыря на Афоне был основан монастырь на Кавказе в Абхазии. По аналогии со Святой Горой место было названо Новым Афоном. С середины XIX века на Афон начинают прибывать многочисленные русские паломники. Число их стало настолько большим, что корабли с паломниками останавливались прямо напротив русского монастыря. Для приема гостей был выстроен огромный гостиничный комплекс, называемый на языке афонских монахов Архандариком. Монастырь не только бесплатно кормил всех своих паломников, но и щедро помогал материально и продовольствием афонским русским инокам-беднякам, так названным серомахам и всем неимущим святогорцам других национальностей. Возрождение русского монастыря способствовало посещению Афона представителями царской семьи. В 1845 году монастырь посетил великий князь Константин Николаевич, а в 1867 году в обитель святого Пантелеймона побывал великий князь Алексей Александрович. В 1881 году Афон посетили сразу два представителя династии Романовых – великий князь Константин Константинович и великая княгиня Александра Петровна. Пароход, на котором прибыла великая княгиня в сопровождении контр-адмирала Головачева и других высокопоставленных лиц, остановился у пристани Пантелеймонова монастыря. Молебны и прочие службы совершались на корабле, так как великая княгиня, согласно Афонскому уставу, не сходила на берег. Однако материальное процветание обители и увеличение русского братства послужили поводом к внутреннему нестроению монашеской жизни. Возникли распри между русскими и греческими монахами. Попытки примирить братство русского монастыря оказались тщетными. При содействии русского посланника в Константинополе и согласии Вселенского Патриарха после длительных споров, а почас и нелицеприятных насильственных действий между враждующими сторонами, игуменом русского монастыря был избран в 1875 году архимандрит Макариев. Значительная часть греческих монахов предпочла перейти в греческие монастыри, и в монастыре остались преимущественно русские иноки. Благодаря личной инициативе отца Макария, огромных средств членов его семьи и большому притоку пожертвований из России в русском монастыре продолжило строительство храмов и хозяйственных сооружений. Строится братский покровский корпус. Больничный корпус. Была расширена и расписана трапезная и отреставрирована зданием библиотеки. Появляются храмы покрова Пресвятой Богородицы, святителя Митрофана Воронежского, Успене Пресвятой Богородицы, Равнопостного Владимира и Александра Невского. Не забывало руководство русского монастыря и прежние места подвиженчества русских иноков. Нагорный русик, пришедший в упадок после перехода монахов на новое место, начинает восстанавливаться. В 1868 году в Нагорном русике была осуществлена закладка храма Святого Савы, а в 1871 году был отстроен Большой Братский Корпус Келли. Алтарь нового храма охватывал то место, где находилась прежде древняя церковь Святого Яна Претечи. 3 июня 1871 года вместе с освящением храма Святителя Савы был заново заложен обширный соборный храм Святого Великомученика Пантелеймона. Строительство Величественного храма завершилось к 1920 году. Шатрово колокольнко храма видна издалека и придает пейзажу русское очарование. Большой приток русских монахов на Афон в XIX веке привел к необходимости расселениях и в других местах Святой горы. Вместить всех желающих русский монастырь Святого Пантелеймона уже не мог. Основателем скита был великий старец, знаменитый духовный писатель и подвижник, преподобный Паисий Величковский. Прибыв на Афон после долгих лет в подвижничество в Молдавии и на Украине, старец Паисий основал в 1757 году на месте древней ветхой необитаемой кельи скит во имя Святого Пророка Ильи. Вскоре число братьев достигло нескольких десятков человек. Не имея возможности содержать их, преподобный Паисий в 1763 году уехал в Аллахию, взяв почти всех иноков с собой. В конце XVIII века скит пополнялся черноморскими, а затем и запорожскими казаками, принимавших монашество. В 20-х годах XIX века скит был разорен турками, однако спустя 10 лет стараниями иеромонаха Никиты стал возрождаться. Но полного процветания скит достиг только при старце Паисии II. Этот трудолюбивый настоятель перестроил весь скит и к 1850 году закончил большой план строительных работ. В 1881 году произошло весьма знаменательное событие для Ильинского скита. Великая княгиня Александра Петровна, прибывшая к Афонским берегам на корабле, прислала закладной камень в будущий собор Ильинского скита. Камень положил от ее имени в основании собора контр-адмирал Головачев. Однако строительство храма удалось завершить только перед началом Первой мировой войны в 1914 году. Храм стал одним из самых больших на Афоне. Его длина составляет 53 метра, а ширина около 40 и вмещает около 1000 человек. Высокий четырехъярусный коностас, покрытый золотом, был изготовлен в Москве в мастерской братьев Фроловых. Поражает деревянный пол собора, составленный из очень длинных деревянных досок, также доставленных из России.